Татьяна Викторовна, спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня поговорим о применении искусственного интеллекта в учебно-методической работе педагога. Я поделюсь своим опытом, опытом коллег, как мы используем это для того, чтобы упростить себе жизнь, что ли, да, при проектировании образовательных программ, при разработке учебного контента для занятий. И следующий слайд – это план работы вебинара. Рассмотрим сегодня нейронные сети. Я повторю то, что я говорил на майской серии вебинаров. Некоторые только такие возьмем сети, которые больше всего используются в образовательной сфере. Ну, для тех, кто не в теме, да, то есть сегодня первый раз меня слушает. И, соответственно, рассмотрим примеры практической реализации применения нейросетей для постановки целей задач урока, занятия, курсов в целом, как создавать планы уроков, планы курсов, разрабатывать задания, критерии оценки, использования нейросети. И, соответственно, ну, как бы, наш вебинар будет способствовать ответу на вопросы, на что способен искусственный интеллект в разработке учебно-методических материалов, какая нейронная сеть лучше всего позволяет повысить эффективность обучающихся, и как можно использовать нейросети на занятиях вообще. Итак, начинаем работу. Нейронные сети для учебно-методической работы. Конечно же, это чат GPT, но я здесь привел именно ссылки, и сегодня, если у меня все будет работать, я, в общем-то, заготовил и презентацию без, скажем так, если у меня были какие-то сбои начнутся в работе сети, но я все-таки постараюсь в формате такого мастер-класса показать, как использовать именно нейросети, такие как Perplexity и чат GPT для генерации учебного контента и, соответственно, ответов. Здесь вот я, значит, демонстрирую вам именно возможность использовать чат GPT через Telegram. То есть как бы встроен в Telegram, и здесь не надо, ну, всем известно, что чат GPT для России запрещен, и не только для России, там, для Беларуси, еще для ряда стран, Иран, Северной Кореи, по-моему, и так далее, да. И поэтому здесь, как бы, чтобы попасть именно на сайт чата GPT, необходимо использовать VPN, там, соответственно, покупать одноразовый иностранный, там, одноразовый номер для регистрации. Вот я предлагаю именно то, что здесь вот именно можно все это обойти. То есть просто заходите по ссылочке в Telegram и начинаете работать. А это уже более-менее усовершенствованная коммерческая версия, чат GPT 4, тоже через Telegram работает, но там, соответственно, необходимо платить за, значит, определенное количество запросов. Perplexity – абсолютно бесплатная сеть, которая доступна для России, то есть нет привязки к геолокации, можно спокойно пользоваться. Но нельзя не сказать о гигачате. Гигачат – это сеть, которая построена Сбером, и сегодня, в общем-то, она начинает очень так уже распространяться и использоваться широко уже тоже в том числе и образователями. Людей из образовательной сферы. И WriteSonic. WriteSonic – тоже один из таких интересных, одна из таких интересных нейростей, которые позволяют генерировать статьи всевозможные на различные темы. Немножко расскажу про чат GPT. И это есть в предыдущих записях, но, как бы, учитывая то, что, возможно, сегодня контингент слушателей у нас, значит, есть новички, поэтому вот такой экскурс сделаем, что ввести в дело, о чем вообще разговор пойдет. Итак, чат GPT – это нейросеть, которую можно доступно по этой ссылке openai.com, beta.openai.com, slash playground. Еще раз скажу, что для того, чтобы воспользоваться этой ссылкой, то есть непосредственно подключиться к чату GPT, необходимо использовать VPN и авторизоваться на соответствующем одноразовом номере. Есть про это в поисковиках. Можете сделать запрос, там много всяких инструкций, проблем никаких нет. Но мы это делать не будем, мы будем использовать Telegram. В Telegram есть определенные ограничения, то есть не все там работает. Вот сами на чат GPT работают версии 3.5, он работает более-менее, более, так скажем, мощно. Поэтому, как бы, кто хочет вот именно в продвинутой части, более продвинутой использовать, на продвинутом уровне, то, соответственно, я вам рекомендую все-таки заходить на основной чат, сайт чата GPT. Ну, это один из самых продвинутых на сегодняшний день, скажем так, одна из самых продвинутых на сегодняшний день нейросетей. применяется созданием для создания различного типа контента и разработки всевозможных стратегий, даже можно игры разрабатывать, квесты, ну, если иметь, опять-таки, примитив на образовательные деятельности. Ну, чат GPT понятно, что он не только в образовательной деятельности применяется, он применяется аналитиками, экономистами, маркетологами, много-много профессий, которые могут использовать его в своей работе. Ну, например, для структурирования и анализа данных, поиска различных решений и так далее. И такая вот краткая история. Значит, нейросеть OpenAI была начата ее разработкой в 2015 году Илоном Маском, ну и основатель Samuel Oldman. Значит, данная сеть основана на передовых технологиях в области обработки естественного языка и называется NLP. Создана архитектура нейросети. Это такая новая модель генерации текста, которая называется Generative Pre-Trended Transformer. И, соответственно, отсюда и аббревиатура GPT. То есть чат-бот на основе нейросети GPT. Данная сеть способна понимать контекст запроса на разных языках, генерировать качественные информационные ответы на различных языках. И чем больше взаимодействовать, тем умнее данная сеть становится и более точно отвечает на наши запросы. Было вложено в эту сеть, в разработку чата GPT, порядка одного миллиарда долларов. И на сегодняшний день, ну, здесь вот показано, насколько там получается объем данных, какой он может обрабатывать. И, в общем-то, на сегодняшний день пока чат GPT может обрабатывать данные до 2022 года. То есть вот на той базе, которую он обучен, это данные до 2022 года. Perplexity в этом плане другая нейросеть, она может использовать другие нейросети, поэтому, соответственно, ну, как бы до конца 2022 года запросы, значит, ну, вполне актуальны. Дальше. Следующий момент. Что может чат GPT? Он может собирать и систематизировать данные из различных источников и многомерных массив данных и текстовых файлов. Единственное, что чат GPT не выводит ссылки. Вот Perplexity выводит ссылки, он показывает, откуда он это взял. Что очень примечательно. Дальше. Очистка. То есть он, если вы можете готовый какой-то текст загрузить с ошибкой, соответственно, данные, дай нам нейросеть, можно исправлять ошибки грамматические на любом языке, арабском, английском, русском и так далее. Дальше. Выявлять на соответствии данных каких-то, да, то есть вы можете ставить такие задачи. Дальше. Редактировать, форматировать, преобразовывать данные. Сейчас даже студенты наши научились, ну, я представитель Уфимского университета науки и технологий, и у нас студенты уже научились обхать антиплагиат. То есть загружают текст в нейросеть, пишут соответствующий промт, сеть перерабатывает и выдает на выходе 98% оригинальности. Ну, здесь возникает проблема академической порядочности. В этом случае такой термин есть, что насколько, значит, вот курсовая работа или ВКР сделана с использованием нейросети. Тексты генерируют очень, очень хорошо. Даже, ну, бывает так, что не придерешься, что и оригинальность текстов, генерация текстов составляет, я уже сказал, порядка 98%. Дальше. Что может еще ЧАП-GPT? Выявлять тренды закономерности взаимосвязи внутри данных, заниматься созданиями проверки гипотез. Прогнозировать с использованием старт-моделей и алгоритмов машинного обучения. То есть это вот как раз аналитики данных могут использовать. То есть как раз занимаются тем, что могут загрузить какой-то объем данных и попросить сеть проанализировать и выдать какие-то результаты. И я сам, как такой репетитор, который и веду занятия по программированию, тестировал ЧАП-GPT на предмет написания кода на языке, например, Python. Беру задачу из EG, вставляю в ЧАП-GPT, и прошу его, напиши код, пишет код на языке Python к этой задаче, я его копирую, вставляю в среду программирования в Python, запускаю программу, программа прекрасно работает. И еще не просто так создает программные коды, но и пишет программный код. Но он пишет его с таким, скажем так, старается его сделать оптимальным, то есть чтобы он как можно быстрее выполнялся. Ну вот здесь вот тогда возникают вопросы, зачем вообще нужны программисты, но это зачем нужны люди, если есть нейросети, которые пишут тексты, переводят тексты, исправляют ошибки, даже можно озвучивать написанные тексты, и, соответственно, даже могут писать программы. Но не зря Илон Маск сказал на одной из конференций, давно где-то летом, которая проходила, Джон Ковер сказал, ребята, они пора ли просто притормозить, потому что сможем ли потом все это контролировать. Дальше. Для педагога, то есть для нас с вами, чем полезен нейросет ChGPT? Ну, во-первых, позволяет быстро искать, нам найти информацию. Охватывает широкий спектр источников. Единственный минус – не выдает ссылки, откуда он это взял. Генерирует идеи для целей, задач урока, программы. Может также создавать упражнения, задачи, ну, по крайней мере, подкидывать идеи. Идеи образовательных квестов, например, игр. Дальше. Заниматься оценкой целей и формированием обратной связи. Применение, значит, нейросеть может применяться также для исследования новых методик, педагогических подходов и тенденций образования. Ну и, конечно же, генерацию учебного контента и даже можно создавать презентации, писать тексты выступлений, презентации по какой-либо теме, которую мы ему определяем. Идем дальше. Простите. Следующая сеть, нейросеть называется Perplexity. Это, в общем-то, поисковая система нового поколения, по сути. И здесь какие плюсы? Если мы делаем с вами запросы в Яндексе, в поисковой системе Яндекс или Гугл, то понятно, что там работает так называемая концепция SEO, то есть SEO продвижения источника. И на первое место у нас выпадают именно те источники, которые проплачены. Поэтому там реклама и прочее. То вот в плане, значит, поисковой сети Perplexity здесь как раз коммерческая составляющая, она полностью выпадает. То есть мы можем очень быстро, актуально искать любую информацию по нашему учебному предмету, который мы преподаем. И я вот эту сеть в последнее время, я уже не пользуюсь для поиска учебного контента, например, Яндексом или Гугл, Хромом, ну то есть для поисковой системы Гугл, да, а использую Perplexity, потому что тут же быстро отвечает на запрос, конкретно, и самое главное, предоставляет нам ссылки на источники, откуда он это взял. Вопрос можно задать на любом языке, нет регистрации. Ответы нейросети — это скомпилированный материал из нескольких интернет-источников. Так, сейчас я поставлю указку, вот. Не работает указка. Из нескольких интернет-источников. И, в общем-то, он представляет собой некий такой чат-бот, вопрос-ответ, совершенно, ну, как бы, такой поисковой системы нового поколения. Страница с ответом, как правило, состоит из трех блоков. Ответ, источники информации и вопросы по теме. И поле дополнительных запросов. В тексте, помимо ответа, еще присутствуют сноски на источники из сети. Можно щелкнуть и попасть на тот сайт, откуда он это взял. Данная поисковая система, ну, данная нейросеть, она, в общем-то, перерабатывает поисковый запрос, то есть берет информацию с разных сайтов и упаковывает в какой-то уже логичный формат, который предоставляет пользователь. И если ее посмотреть, вот именно скриншот этого сайта, Perplexity, кстати, все ссылки в презентации активны, можете нажать Ctrl и щелчок и перейти на соответствующий сайт. И вот здесь, я чуть позже покажу вживую, когда буду демонстрировать запрос. Вот пока скриншот. Здесь вот мы зашли, вот здесь у нас мы задаем поисковый запрос, то есть формируем некий такой промп, да, то есть что нужно найти. Соответственно, можем даже сюда файл какие-то загружать, на аналитс там, да. Здесь вот есть вот так называемый уточняющий запрос. Почему-то у меня вот мой поисковик, поисковый браузер, перевел это второй пилот, на самом деле. Ну так, здесь просто уточняющий запрос, то есть можно поставить вот этот вот движок «Включить», да, так, включить движок и, соответственно, сделать, ну, в бесплатной версии позволяет сделать не более пяти уточнений. И после этого нажимаем либо клавишу Enter, либо, значит, нажимаем вот эту стрелочку, и, соответственно, у нас выводится поисковый запрос. Все очень просто, то есть нет никакого такого сложного интерфейса. Это гигачат от Сбера. Может тоже ее попробовать, но сегодня занятия рассматривать не буду. Я пытался делать запросы, то, соответственно, вот именно по учебной работе, но пока выдает такую слабенькую генерацию, то есть чат GPT и перплексы делают это более развернуто, нежели пока гигачат. Ну, видимо, пока еще данная нейросеть обучается. Но здесь плюсы какие? Здесь можно генерировать не только текст, но еще и картинки. То есть если для картинок у нас есть соответствующие другие там нейросети, то здесь можно создавать именно пронты для того, чтобы сгенерировать картинку. И, соответственно, заходим через Сбер-айди. То есть я, например, клиент Сбербанка, значит, щелкаю и через Сбербанк захожу и могу пользоваться этим сервисом. Довольно удобный, значит, много чего может найти и ответить, но пока, значит, я его активно не использую. То есть вот так для развлечения. Ну, картинки тоже можно генерировать. Но именно для образовательной, значит, деятельности я применяю чат GPT версии 3.5 и, соответственно, Perplexity. Следующее – это WriteSonic. WriteSonic тоже, значит, искусственный интеллект, разработанный командой. WriteSonic, так и называется. Тоже нейросеть, которая может ответить на любой вопрос и написать уникальный контент. В отличие от чата GPT нейросеть доступна для пользователей России и может генерировать статьи до 1500 слов, также создавать заголовки для статей, для идей. В основном данной нейросетью пользуются ученые, также могут пользоваться педагоги, люди из образовательной сферы, ну и, соответственно, пользуются маркетологи и контент-менеджеры. В нейросеть заложено 16 различных персонажей-экспертов, то есть нужно, необходимо выбрать, какой персонаж, выбрать роль нейросети и, соответственно, создавать запросы. Всего, получается, можно создать бесплатно 10 тысяч слов. Ну, дальше, соответственно, уже включается коммерческая версия. Поэтому потестить, поиграть с этой сетью можно, но вот я ее не использую, как бы, я как основную, но, тем не менее, она представляет интерес, и если есть возможность, например, использования коммерческой, то, в принципе, можно приобрести коммерческую версию и, значит, генерить тексты. Вот здесь как раз вот на скриншоте показаны, какие именно, значит, роли представлены, шаблоны, да, выбираем соответствующий шаблон, общее письмо. И, например, можем дать команду, напиши письмо коллеге на такую-то тему, там, для почтовой рассылки. Все, и, значит, текст будет загенерирован. Можно создавать также, используя AI Writer, можно создавать различные статьи, в том числе научные статьи, то есть писать для, как бы, получать такую заготовку, да, для того, чтобы потом уже саму что-то добавить, обработать и так далее. То есть интересная вещь, есть предложение посмотреть. Дальше. Дальше мы рассмотрим, как правильно делать запросы к нейросети, то есть, чтобы получить адекватный такой нормальный ответ. И, значит, вот на этот вопрос ответим. Ну, я начну с того... А, кстати, кто из два знает, что такое промт? Кто с нейросетью GPT, например, взаимодействовал? Поставьте плюсики в чате. Так, Татьяна Замятина, плюс. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть, семь. Восемь. Ну, человек восемь, да, получается. Так, участников у нас сто восемь. Так. Вот из 108 человек знают, что такое девять, десять, да? Значит, десять человек имели опыт общения. Итак, для того, чтобы что-то получить от нейросети, нужно составить промт. Промт – это не что иное, как подсказка, наводка, начало. Это в переводе с английского сокращенное название. В этом промт означает некую начальную фразу или текст, который предоставляется нейросети в качестве первичной информации, чтобы она могла генерировать продолжение или ответ на основе этой подсказки. Промт является такой отправной точкой или исходным материалом для работы нейросети. И сегодня как раз рассмотрим, как правильно создавать промты для того, чтобы, ну, получать информацию для своей деятельности. Итак, здесь вот я привожу структуру универсального запроса. Очень важно, особенно если вы используете чат GPT, указать роль, в качестве кого действует искусственный интеллект. Вот в других вот перплексите или в других нейросетях это не обязательно. А вот, ну, в перплексите, кстати, там устроены эксперты роли, да, то есть там тоже надо выбирать. В рационике, а в перплексите можно и без этого обойтись. И, соответственно, дальше необходимо сформулировать задачу кратко, что нужно сделать. Роль в качестве кого действует в качестве педагога, технолога, методиста. Эту роль мы задаем, да, задачу. Что нужно сделать? Разработай учебно-тематический план по дисциплине вычислительной системы и сети, например. Требования. Значит, здесь мы включаем запросы, глаголы, какие-то, что должно быть, содержать, завершать, определять. Описываем целевую аудиторию, какой цели хотим добиться. Можно указать стиль ответа, формальный, серьезный, научный, юмористический и так далее. В зависимости от контекста, контекста запроса. И, соответственно, мы указываем требования, например. Значит, требования. Значит, учебно-тематический план должен быть разработан для студентов, например, второго курса. Специальности прикладная информатика. Это я просто сейчас из головы беру, фантазирую, да. Соответственно, дальше, значит, можем указать цель дисциплины прописать, да, то есть для чего нужно. И, соответственно, стиль ответа должен быть научным, например. Дальше. Инструкции. Инструкции. Здесь мы показываем ему подсказки, как надо действовать, алгоритм действия. Например, прежде чем, значит, создать учебно-тематический план, запроси у меня цели дисциплины, задачи дисциплины. Можно так написать. И следующее. Это вид представления информации. Можно указать искусственному интеллекту, что укажи, значит, учебно-тематический план, представь в виде таблицы. И он это свое сформирует в виде таблицы, но, соответственно, надо задать поля этой таблицы, да, то есть тема, часы лекции, часы практики и так далее. Вот это структура универсального запроса. Желательно, значит, еще раз повторюсь, для чата GPT указывать роль. Именно в качестве кого он работает. Он должен действовать. Следующий момент. Ну вот, следующий промпт, например, напиши название. Давайте я сейчас попробую демонстрацию экрана включить. Так, сейчас, минуту. Здесь экран. Так. Открываю, значит, у меня приготовленный здесь чат GPT. Здесь вот у меня промпты заготовлены. Копирую промпты и просто не пишу. Напиши название курса для онлайн-школы киберспорта. Задаю вопрос. Так, он я написал. Онлайн-курс киберспорта двоеточие. Основа профессионального игрового мастерства. Я ему пишу, соответственно. Значит, еще. Еще. Напиши. Витяки. Сдаю. И, соответственно, посмотрим, что он сделает. Вот он представил нам 10 тем. Значит, введение в мир киберспорта. История развития и эволюция. Вторая. Ключевые дисциплины в киберспорте. Третья. Развитие игрового мастерства. Стратегии тактики игры. Четвертая. Оптимизация и настройка игрового оборудования. Пятая. Командная работа. Шестая. Анализ понимания мета-игры. И так далее. И так далее. Вот он нам дал идеи для курсов, которые мы можем реализовывать в онлайн-школе, например, киберспорта. Следующий промпт можно уточняюще сделать. То есть добавить туда требования. Напиши, например, название курсов для онлайн-школы киберспорта для детей в возрасте от 12 до 16 лет. Дети изучают программирование и создание игр на языке Python. То есть у нас уже аудитория такая. Мы указываем целевую аудиторию в требовании. И, соответственно, показываем, что это дети уже, которые подготовлены. То есть которые умеют программировать на языке Python. Вот. Сдаем ему, значит, запрос. Ну, заметьте, я роль не указал. То есть это не обязательно. Но в некоторых случаях, если вы начнете разрабатывать учебный контент, необходимо эту роль прописывать. Ну вот он представил нам онлайн-курс по основам программирования на языке Python для детей в киберспорте. И здесь вот он указал язык Python и так далее. То есть здесь уже он дал нам опять-таки идеи для того, чтобы мы могли что-то выбрать, перефразировать и так далее. Какие-то названия курсов. Так. Экран хорошо видно, да? Поставьте плюсик, пожалуйста. Если все хорошо видно. Так, огоню поставлю. Так. Да. Хорошо, прекрасно. Все, работаем дальше. Так. Следующий у нас получается... Сейчас. Так. Вижу плюсики. Спасибо. Так. Демонстрация экрана. Сейчас вернусь на нашу презентацию. Итак, таким образом, если мы в запросе делаем уточнение, требования, то мы получаем более точный запрос. Но здесь я не указал роль. Еще раз повторюсь. Следующий. Попробуем разработать, значит, цели и задачи занятия. Да? И вот здесь пример промта, это уже мы говорим так. Действуй как педагог, образовательный технолог. Разработай. Цели и задачи по теме занятий. Ну, например, история развития электронно-вычислительных машин. Действуй по инструкции. Пишем двоеточие. Первое. Учитывай то, что цели и задачи должны удовлетворять компетентностные модели обучения. Ну, то есть, если мы, например, для студентов делаем, то должна быть компетенция знать, уметь владеть, да, например. И занятие длится 1 час 25 минут. Я уже, вот это пример промта, я уже это сделал заранее, да, сейчас я просто не буду, значит, снова генерировать контент. Значит, и вот что он пишет. Значит, цель занятия – изучение истории развития электронно-вычислительных машин с целью развития компетенций в области информационных технологий и осознанного использования электронных систем. То есть, он вполне нормально сформулировал текст. То есть, вполне читабельно, вполне со смыслом. Это чат GPT. Задачи занятия. Он пишет. Ну, первое. На знание и понимание. Рассмотреть основные этапы эволюции электронно-вычислительных машин. Начиная с пожарных машин, механических калькуляторов. Изучить различные модели компьютерных разных поколений основных характеристик. Ну, смотрите. Начиная с пожарных машин. Вот тут слово какое-то непонятное закралось, да. Значит, осознавать важность и вклад в развитие электронно-вычислительных машин в современный мир. То есть, в любом случае, надо это все вычитывать и смотреть, потому что, ну, иногда такие вот моменты попадают. Интересно. Не связано. Дальше. Критическое мышление, коммуникации, личностные компетенции. Это задача, которая и что нужно делать. Обсудить преимущественные достатки электронно-вычислительных машин разных поколений. Оценить влияние электронно-вычислительных машин на различные сферы жизни и так далее. Коммуникация. Задача коммуникации. Организовать обсуждение взаимодействия между участниками занятия. Провести дискуссию о будущем развитии электронно-вычислительных машин и их роли в современном обществе и так далее. А самое главное, что дальше он нам делает такой временной тайминг. Введение, изучение основных этапов развития, обсуждение и анализ, проектирование собственной модели, дискуссия и заключение. И пишет еще комментарий. Обратите внимание, что длительность блоков времени может быть изменена в зависимости от специфики группы учащихся и их возраста. Это все сделал чат GPT. Дальше. Теперь тот же самый запрос отправляет Perplexity. Perplexity сделал вот так. То есть цель занятия написал. Обучающий ознакомить учеников с историей развития электронно-вычислительных машин. Развивающий. Развитие навыков, анализа, синтеза, оценки информации. То есть вот это более близко. Цель занятия. То есть более привычная к тому, что мы привыкли делать. Обучающий, развивающий, воспитательный и так далее. То есть здесь вот он неплохо нам тоже предложил идею для формирования цели занятия. И задачи. Введение в тему. История, развитие, анализ, синтез, оценка информации, заключение. Вот он здесь написал нам задачи занятия. Какие мы остальные должны решить. Но Тайминг, к сожалению, не сделал. То есть он не умеет это делать. Все-таки это такая генеративная сеть, которая не рассеет для ссылок. И предложил длительное занятие. Просто написал день час, 25 минут. То есть без раскладки. То есть в этом плане чат GPT получается у нас более умнее, что ли. То есть показывает именно еще и тайминг занятия по задачам. Так, какие-то вопросы есть? Да, давайте посмотрим. Да, Екатерина, совершенно верно. Я только чуть позже буду рассматривать Аксономию Блума. Но Марцана и Соло я, конечно же, не взял. То есть это уже в основном, скажем так, такие опытные методологи используют. Преподаватели, которые в этой каше варятся. То есть Марцана и Соло это... То есть в основном у нас трехкомпонентные модели используют, знать, умеют владеть, да. И сами Блумы. Ну, Марцана и Соло, да, тоже. Я, значит, так, методолог тоже, значит, знаю. И, в принципе, там неплохо тоже придумывают. Так. Вопрос. Какие еще можно было уточнения сделать вот по этому запросу, да, который у нас... Сейчас я верну обратно. Вот. Пример Пронта. То есть действия как педагог, технолог. Что можно сюда еще было уточнить? Какие у вас есть варианты, можете в чате написать. Ну, какие-то соображения любые. Что можно сюда еще добавить? Запрос. Формат занятия. Формат, понятно. Тип занятия, целевая аудитория занятия. Совершенно верно. Возраст, да, можно конкретизировать, да. Распиши подробно какую-то задачу. Да, это после можно сделать, да. То есть, если мы, например, сгенерировали, вот у нас степень подготовки детей, категорию учеников, да, верно. То есть, мы сгенерировали вот этот текст, и потом можем ему задать следующий запрос. Уточни, пожалуйста, или сделай, распиши подробно. Такую-то задачу, которая вот здесь вот представлена, да. То есть, вот получается в этом списке. На теме народной воли для 8 класса, для подготовки ЕГЭК в 11 классе. Да, то есть, конкретизировать, указывая именно четко целевую аудиторию, это либо возраст детей, либо класс, либо курс, соответственно, и указывать тип занятия. То есть, урок новых знаний, да, то есть, комбинированного, для комбинированного урока, для урока лельцы, например, да, что-то, значит, разработай цели и задачи. Так, хорошо, ответили на этот вопрос. Теперь, планирование цели обучения по курсу и дисциплине. Ну, вот здесь можно, соответственно, создать такой промпт. Я уже пишу так. Веди себя как методист и напиши цели обучения для курса интерактивный дизайн. Ну, такой простенький промпт, без сложности. Ну, не сложно. Это не сказать, что такой пример. Я просто вот такой вот создал, и вот он пишет результат. Цели обучения для курса. Пожалуйста, он расписывает цели. Развитие теоретических знаний, понимание основных принципов интерактивного дизайна. Освоение применения современных инструментов и технологий. Развитие навыков анализа. Планирование оценки и в процессе дизайна, проектирования интерактивных продуктов. Ну, и пять целей. Даже восемь целей вот он мне для курса расписал. И пишет опять комментарий, что учебный курс может быть структурирован в соответствии с этими целями и содержать разнообразные активности проекта, задания, направленные на достижение каждой из целей. Следующий промпт. Я уже пишу уточнение. Опять пишу, я себя как методист. Напиши цели обучения для курса интерактивный дизайн. Целевая аудитория курса слушателей 14-16 лет, увлекающейся разработкой игр. И, соответственно, цели абсолютно меняются. То есть он пишет их по-другому. Он пишет, значит, первое, ну, во-первых, ответ пишет. Цели для обучения для курса берет вот отсюда формулировку, двоеточие ставит. Понимание основных принципов и концепций интерактивного дизайна в контексте создания игровых проектов. Освоение инструментов и технических навыков, необходимых для разработки интерактивных игровых элементов и интерфейсов. То есть это все он делает применительно уже к целевой аудитории и применительно именно к разработке игр. То есть он это учитывает непосредственно в том промпте, в запросе, который мы написали. Следующее. Ну, про такснание блума, значит, если кто не знает. Есть такая система учебных целей, где можно классифицировать учебные цели от простого к сложному виду такой пирамиды. Значит, в основе знания, понимания, использования, анализ, синтез, оценка. И вот можно создать, давайте попробуем сейчас, значит, например, в разных вариантах. Сейчас я возьму, например, вот этот промпт за основу и запущу его, соответственно, в чате GPT. Пусть он это сделает нам, да. И, соответственно, так, сейчас я включу экран еще, к тому же. Демонстрацию экрана. Есть экран. Так, все. Значит, в чате GPT я запустил запрос, он пока генерирует. И то же самое я сейчас переключусь на Perplexity и попробую здесь этот же запрос сделать. Посмотрим на разницу, что получилось. Так, вот генерация у меня текста. Значит, напиши цели обучения для курса интерактивный дизайн. Целевая аудитория такая. Видите, он написал вот так. Цель задачи. Вот это представил, получается, Perplexity. Здесь можно сделать уточнение. Можно, соответственно, это все скопировать, перевести в Word, в какой-то, ну, то есть один из редакторов, да. И дальше здесь у нас есть подсказки, какие темы следует включить в кодс, например. Да, то есть можно еще дополнительно щелкнуть и посмотреть. То есть он еще дополнительный запрос сделает информацию. То есть такой рекомендованный запрос, значит, как бы дополнение. К данному запросу, который мы сделали. Ну, не так уж и много. Все вполне, так скажем так, куца, да. Теперь давайте переключимся на чат GPT. А вот чат GPT здесь вот разложил аж 10 целей. Представил, еще написал соответствующий комментарий. Ну, давайте другой возьмем prompt. Вот напишем следующее. Разложи потоксономии Блума. Вот так вот напишем. Значит, ввели себя как методист, но тоже самая формулировка, но уточнение, разложи цели потоксономии Блума. Давайте то же самое попробуем сделать, экспериментируем с Perplexity. Давайте запрос поставим. Посмотрим, кто из них лучше справится. Так, когнитивная область он расписывает, расстояние основных принципов интерактивного дизайна, психомоторная область, область ценностных установок, область социальной адаптации. Ну, не совсем справился в Perplexity с задачей, если честно. То, соответственно, значит, давайте смотрим, что у нас в чат GPT. А вот чат GPT, смотрите, четко потоксономии Блума разложил. Видите, знание. Что должно значит знать? Понимание. Применение. Анализ. Синтез. Оценка. И, в общем-то, в этом плане, вот именно для методологов, методистов, использование именно в соответствии с таксо... Ну, то есть, именно методические инструменты чат GPT знает намного лучше, нежели Perplexity, да? То есть, Perplexity здесь немножко в этом плане нейросеть ошиблась в плане того, чтобы немножко не то предложила, а вот чат GPT справился просто на отлично с данным заданием. Так, возвращаюсь обратно. Так, обратно. Так, сейчас минутку. Минутку, минутку, заблудился. Так. 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 Итак, таким образом подытоживаем, что можно, значит, раскладывать, соответственно, цели формировать, используя различные таксонамии. И делать это более подробно для занятий. Следующее. Попробуем добавить в промпт стиль ответа. Формальный разговор, научный, нейтральный, серьезный, юмористический, творческий. Здесь вот у меня, например, есть промпт для, опять-таки, курса интерактивного дизайна. Напиши список тем курса интерактивного дизайна. Напиши три варианта по пять тем в каждом варианте. Это я демонстрирую промпт. Первый вариант напиши в официальном стиле, второй вариант в разговорном стиле. И третий вариант в творческом стиле. Я не буду сейчас тратить время, переключаясь, я покажу сразу ответ. Вот результат, который мне представил чат GPT. Это официальный стиль, пожалуйста, темы, основы интерактивного дизайна, проектирования и так далее. То есть вполне нормально. И разговорный стиль. Значит, как создать интерактивный дизайн, который будет работать. И творческий стиль. Интерактивный дизайн, выточие, искусство создания уникальных проектов и так далее. То есть вот тоже можно использовать именно уточняющий стиль ответа. То есть можно писать. Соответственно, это, кстати, работает и в Perplexity. Это работает и в чате GPT одинаково. Ну, фактически одинаково. То есть и Perplexity, и GPT. Значит, я тестировал. Как раз вот, ну, создает такие вот стили ответа. Различные стили ответа. Ну, вполне, в принципе, нормально. То есть можно какие-то отсюда темы взять вполне для своего занятия. Дальше. Как определить методы, способы и приемы достижения цели задач на уроке? То есть мы, например, знаем тему урока. Знаем цели, сформулировали, да. С помощью чата GPT обработали. Задачи сформулировали. Теперь мы должны понять, какие методы и способы и приемы, что нам порекомендуют. Вот здесь я привожу пример промпта. Пишу так. Действуй как педагог, образовательный технолог. Определи методы, способы и приемы для достижения цели и задачи занятий по теме, указываем тему. Действуй по инструкции. Запроси у меня цели и задачи. Второе. Начни отвечать только после того, как я тебе предоставлю цели и задачи. Учитывая, что занятие длится 45 минут. Вот пример такого промпта. Ну, давайте. Где-то у нас в чате было, значит, интересно. А вот. Народная воля, да. Вот давайте. План урока по истории. Я сейчас возьму этот промпт. Так. Действуй как образовательный технолог. Так, сейчас, минуточку, минуточку, минуточку. Возьму этот промпт и попробую его составить. Так, по теме народная воля. Народная воля. Определение методов использования приема для достижения цели. Задачи занятия по теме народной воли для урока истории. Так. Скопирую. Запускаю демонстрацию экрана. Перехожу в чат в запятие и здесь вот задаю ему промпт. Так, предоставить цели, задачи, занятия. Видите, он меня запросил предоставить цели, задачи, занятия. То есть я предоставляю ему цели, задачи и, соответственно, он мне это все разрабатывает. Кстати, в версии Телеграм есть такой значок громкоговорителя. Можно щелкнуть и, соответственно, можно это все... Он, текст, нейросеть прочитает этот текст голосом. Так, дальше. Ну, дальше я теперь переключусь сейчас на свою презентацию и покажу примеры. То есть тоже так же вот я действую как педагог. Он меня запрашивает, да, и, соответственно, после того, как я ему предоставил цели, задачи, урок, он мне приводит, соответственно, методы и способы. Интерактивная лекция. То есть он приводит, значит, методы, способы достижения целей. И он здесь вот раскладывает. И если урок длится 45 минут, он еще показывает тайминг такой, да, то есть 10 минут на интерактивную лекцию, 10 минут на визуализацию, 10 минут на дискуссию, обсуждение. И что там он предлагает? Начните занятие с короткой интерактивной лекцией, используя мультимедийные презентации. Проиллюстрировать основные концепции, там, физики и так далее. Ну, там, что я запрашивал у него? Я у него запросил так, определи методы и способы приема для достижения цели, задачи занятия по теме «Третий закон Ньютона». Я учащийся 9 класса, средняя образовательная школа, действую по инструкции. И вот он мне выдал, соответственно, здесь, значит, методы, способы приема. Вот в таком именно варианте. Все это разложил по таймингу. Ну, соответственно, здесь можете сделать оценку, насколько все это он сделал, скажем так, то, чего мы хотели. В принципе, он предложил те формы, которые мы должны использовать на занятии, для того, чтобы добиться той цели и тех задач, еще разложил их по таймингу. Конечно, не все в идеале. Здесь, конечно, идеи хорошие дал. Можем использовать уже и, соответственно, переработать. Дальше. Как определить методы и способы и приемы оценки учебной деятельности? Вот здесь необходимо, можно составить такой промпут. Действуй как педагог, образовательный технолог. Определить методы, способы и приемы оценки учебной деятельности по такой-то теме. Можно продолжить для учеников девятого класса, для курса физики, для курса девятого класса общеобразовательной школы, значит, по дисциплине физик или по курсу физика. То есть, уточнить и добавить. Таким образом, он не только предложит, в том предыдущем промпуте он нам конкретно указал методы, способы и приема достижения цели задач, а здесь предлагает оценки учебной деятельности. Вот он подает, как можно оценить учебную деятельность учащихся по такой-то теме. Предлагает тестирование и практические задачи проекта, групповая деятельность, обратная связь рефлексии, портфолио, устные доклады и презентации. И по тестированию, например, нам дает инструкцию. Подготовьте набор вопросов, включающих теоретические и практические аспекты третьего закона. Вопросы могут включать определение закона, его формировку, применение различных сценариев и решение задач. Тест может быть как писем, так и онлайн, с использованием назывательной платформы. Ну, мы можем ему сказать следующее. Подбери вопросы. После этого запроса можно написать. Подбери вопросы по теме третьего закона Ньютона, тестовые. В каждом вопросе не менее четырех вариантов ответа. И укажи правильный ответ. Он еще и он тесты составит. То есть для оценки. Но мы этого не спрашивали, мы просто запросили методы. Как можно оценить знания по учебной деятельности. По такой-то теме. Можно запрашивать по дисциплине, например. То есть он может нам по всей дисциплине предложить. То есть он предлагает идеи, которые мы можем отсюда опять-таки взять. Следующее. Создание структуры занятия. Или структуры плана занятия. То есть если мы хотим разработать учебно-тематический план, то вот здесь один из таких примеров, просто промо-то, который я составил. Действуй как педагог, образовательный технолог. Разработай план урока на тему третьего закона Ньютона для учащихся девятого класса средней общеобразовательной школы. Дальше уточняю. Требования. Каждая часть урока должна соответствовать задачам и целям урока и включать. То есть если мы задачи и цели урока не задавали, заранее, там выше в чате, то, соответственно, необходимо здесь их прописать. Если задавали, то значит он возьмет их из верхнего списка. То есть, ну то, что мы там из предыдущих запросов. Дальше мы прописываем. Первое. Методы достижения цели и задачи урока. Второе. Способы достижения цели и задачи урока. И третье. Приемы достижения цели и задачи урока. Четвертое. Методы оценки учебной деятельности. Пятое. Способы оценки учебной деятельности. И приемы оценки учебной деятельности. А также еще мы запрашиваем здесь в промте. Значит, приемы оценки учебной деятельности обучающихся, разработанные и представленные выше. Видите? То есть после вот того запроса я здесь уточняю. А также средства и оборудование необходимые для проведения урока. То есть если вы планируете занятия и пользуетесь, например, чатами GPT и Perplexity, то, соответственно, работайте в одной, скажем так, логической цепочке. Вы определяете цели и задачи. Корректируете цели и задачи, если вас не устроило. Потом следующий этап. Вы определяете методы, способы ведения учебной деятельности. Потом определяете оценку. А потом вы формируете учебный план. То есть если у вас все это пойдет, но если понятно, что ответ нейросети вас не устроил, вы делаете соответствующие ему корректировки. Исправь, учитывая вот это, учитывая вот это. А потом уже задаете учебный тематический план, чтобы он все вот эти вот изменения, которые вы внесли заранее в тексте, учел и сделал как можно более точный учебный план занятия. И также я пишу, а также средства и оборудование, которые необходимы для проведения урока. И ответ вот такой, скриншот из моего компьютера. План урока, цель, задачи. Дальше часть первого введения 5 минут, он показывает методы. Потом он говорит, способы достижения задачи. Прием опять берет часть вторую, теоретическое введение. Почему-то так назвал. Методы, способы приема. Практические примеры, методы, как мы будем достигать в этой части урока. Задачи, цель, задачи этой части урока. Способы приема. Ну, здесь сами можете оценить точность ответа. Устраивает вас, не устраивает. Можете ему что-то уточнить, конкретизировать. Например, конкретизируй методы, распиши их название, методику их применения. Например, в части второй, теоретическое введение. Теоретическое введение. И он еще что-то конкретизирует. То есть, таким образом, он раскладывает в виде текстового тематический план занятия. И дальше, здесь он представляет средства и оборудования. Видите, проекторы, компьютеры для презентации, мультимедийные материалы, модели демонстрационных приспособлений для экспериментов, задачи для домашнего решения. И следующий промут мы можем уточнить. Напишите, в каком виде хотите вы получить ответ. В виде списка, текстового блока или таблицы. Я вот здесь ему пишу. Представь результаты в виде таблицы. И то, что он написал выше, он упаковывает в такую таблицу. Часть урока, напротив каждой части, методы, способы, приемы и так далее. Он упаковывает план в таблицу. Я вот захотел такой план составить. Вы можете тематический план составить по часам. Ну, как вы делаете, по урочинам. То есть, значит, по темам урока, по формату аудиторной работы, контактной, по самостоятельной работе и так далее. То есть, вы можете задать. То есть, здесь творчество, значит, все поле творчества перед вами. И, в принципе, вот такие вещи он может составлять. Вполне нормально. Дальше. Разработка тестовых заданий. Ну, пример Пронта. Разработать тестовые задания по теме такой-то для учащихся девятых классов. В тесте предоставить вопросы, проверяющие знания такие-то. Перечисляются основные, можно перечислить основные темы этой темы, этого урока, там, или нескольких уроков. Дальше пишем. Включи разнообразные типы вопросов, такие как множественный выбор. Да, нет, открытые вопросы. И можно еще ему написать. Добавь еще 10 вопросов по данной дисциплине. И писать. Укажи правильные ответы. Так, есть ли у меня пример Пронта? Нету. Давайте сделаем. Так, сейчас, минуточку. Вот, давайте вот этот возьмем. Перейдем в чат GPT. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Так, вопросы какие-то, да? Так, хорошо. Так, в чат GPT я перехожу и пишу вот так. Так, веди себя как педагог, образовательный, образовательный, технолог. Точка. И копирую, значит, разработай. Точки давайте уберем. Разработай тестовое задание по теме, не знаю, третий закон, закон Ньютона для учащихся девятых классов. В тесте, предоставив вопросы, проверяющие знания, но здесь у меня темы с собой заготовок нет, проверяющие знания по... Давайте напишем по первому, второму, третьему закону Ньютона. Фантазируем просто, да? Включи разнообразные типы вопросов. Здесь вот можно еще добавить... Значит, добавь... Значит, еще 15 вопросов. Это можно, в принципе, и поздно написать. Давайте так сделаем, что интересно получится. И укажите правильный ответ. Укажи правильный ответ. Нажимаю Enter в клавишу. И давайте немножко подождем, что он у нас в итоге сформулирует. Так, давайте не будем тратить время. Значит, сейчас он это все нам сгенерирует за пару минут, наверное. Я переключусь пока и пойдем дальше. Потом предоставлю ответ. Следующий у нас это разработка упражнений. Такой промпт я ему задавал, например, перед нашей встречей. Разработай задачу для решения учащихся в классе по теме третьего закону Ньютона. И он дал ответ. Вася и Петя играют на лодке на озере. Вася с силой толкает лодку влево, предложив к нему силу 50. Какую силу будет оказывать лодка на Вася в ответную сторону. И, возможно, варианты ответа. Он пишет подсказку. Вспомните, если закон Ньютона, его формулировку. Можно здесь, значит, так, написать. Разработай задачу и укажи правильный ответ. И таким образом он данное упражнение вполне нормально генерирует. Следующий это критерии оценки. Разработай критерии оценки по задаче на третий закон Ньютона, представленный выше. Оценка задачи производится по пятибалльной шкале. То есть мы можем также украсить, разрабатывать критерии оценки задачи или какого-то другого оценочного мероприятия. Мы используем, например, вот такой промпут. Ну, не забывайте писать роль. С ролью он сделает лучше. Двиги себя как педагог-методист или педагог-образовательный технолог. Ну, я, кстати, тестировал именно для разработки образовательного контента. Лучше всего подходит педагог-образовательный технолог. Роль он делает ее более точным. Так, это мы оставим. Теперь давайте я сейчас продемонстрирую экран. И мы вернемся, что нам сделал в чат GPT. Вот он подготовил тесты и вопросы. Какой основной принцип содержит третий закон Ньютона? Представил. И указал правильный ответ. Видите, под пунктом B правильный ответ. Вот здесь надо, конечно же, проверять. Потому что, значит, студенты тестировали наши. То есть они пытались решать тесты, используя чат GPT. Ну, где-то 50 на 50 он дает правильных ответов. То есть не научился еще решать. Хорошего генерить текста. Но путается в математических вычислениях. То есть, конечно, вот эти вот идеи он вам накидал в вопрос. Но, пожалуйста, проверяйте за ним правильность ответов. Потому что он может здесь не очень правильно дать ответ. Ну, где-то 50 на 50 он работает. То есть иногда вопрос он дает не очень. То есть с ошибкой. Ну, и смотрите, вот видите, почему быстро движущий автомобиль может сильно повредить стоящий на дороге автомобиль. И пишет ответ открытый. То есть как мы задали ему, значит, тесты основного жественного выбора на открытый. Да, нет. Вот это все он вопросы нам сформулировал. Ну, можно еще написать ему здесь. Еще придумать 20 вопросов. Он еще придумает. Но на этом, я думаю, что мы пока остановимся. И протестируем другой промп. Сейчас. Сейчас, минуту. Разработай задачу для решения в классе с учащейся по теме третья закон Ньютона. Сейчас эту задачу нам разработает. И мы сразу же тут вот заготовим промп. Разработай критерии оценки этой задачи. Так, сейчас у нас генерируют ответ. Вот он разработал задачу. Два человека играют в настольный теннис. Пусть первый игрок отбивает мяч со средней силой, а второй игрок отбивает его дважды с меньшей силой. Масса мяча составляет столько-то. Приводит данные. А, даже еще задача... Так. А, вот наформулировать, что нужно сделать. Надеюсь, реакционную силу на первого игрока. И даже еще решение какое-то пытается привести. Вот. Хорошо. Ну, сделаем вот так. Разработай критерии оценки по задаче по пятибалльной шкале. Ну, правильно сказать, по четырехбалльной шкале, да? То есть, два, три, четыре, пять. Ну, я написал пятибалльной. Сейчас давайте еще подождем, что он там сделает. Ну, как видим, единственное, что вот этот вот вариант чата GPT через Telegram, там не работает опция «Получи от меня инструкции», да? То есть, был такой запрос промта, что... Был такой промт о том, что, например, сформулирую цели и задачи, а сформулирую там такие-то этапы, только получив от меня... Значит, действует, получив от меня цели и задачи. Вот это вот, получается, не работает в этом чате GPT, то есть, такая вот обратная связь. Поэтому здесь важно, ну, то есть, использовать только вот без этого промта, когда у нас просто мы пишем прямой запрос и все. То есть, вот эта обратная связь не работает. Он просто пропускает это требование в инструкциях. То есть, дождись от меня ответа или загрузки там задачи, цели задачи, занятия, здесь вот это не работает. А вот в самом чате GPT на OpenAI, там это работает. Вот он нам представил критерий оценки задач на третий закон, 5 баллов. За что мы ставим 5 баллов? Вот он нам привел формулировки. Ну, в принципе, вполне реально, такие корректные, правильно определены основные физические величины, корректно применены на третий закон, верно выражена эволюционная сила. Вот 4 балла, 3 балла, 2 балла и 1 балл. Вот он нам, значит, задачу разложил. То же самое можно это сделать, например, по вопросу на экзамене, да, там по дисциплине, то есть по какой-то дисциплине в целом, там, распиши по какой-то дисциплине, например, критерии оценки экзамена, там, или зачета. То есть, вот такие возможности. Так, сейчас я еще раз вернусь в презентацию. И что еще? Ну, можно также разрабатывать игры и квест. Он вполне такие неплохие сценарии предлагает. И чат GPT Perplexity. То есть, ну, здесь вот пример промпта — это разработай игру, квест на тему. Задачи игры и квеста. Цель игры и квеста. Игра квеста должна быть интерактивной и так далее. Опиши, предоставь структуру квеста, ключевые моменты задания. То есть, это такие промпты можно составлять, и он вам может разрабатывать, соответственно, вот эти вот игры. Дальше. Так, есть вопрос, да? Так, понятно, комментарий какой-то. Странно, почему ругается цифровой педагог? Сейчас посмотрю. Ну, по коду тогда, по QR-коду заходите. Так, давайте дальше продолжим. Формирование критического мышления. Как можно применить в учебном процессе? То есть, понятно, что студенты будут это использовать, никуда это не уйдешь, но тогда нужно уже на занятиях, например, можно генерировать ответ нейросети и давать студентам задание. Оцените верность ответа. Насколько вы, ну, в общем-то, насколько нейросеть дала правильный ответ. То есть, вот именно формировать вот это вот критическое мышление одной из таких компетенций, цифровых компетенций. Формирование креативного мышления. То есть, можно как раз использовать для генерации новых идей, составления новых идей на основе данных нейросети. Ну, например, Perplexity можно использовать как источник знаний. То есть, как раз используют ссылки на поисковые системы. Я говорил, что Perplexity, например, нейросеть. Плюс в том, что можно, как бы, отсеивать эту SEO-рекламу всевозможную, да, то есть, всякие там SEO-настройки сайтов. Perplexity берет то, что необходимо. Мы сокращаем время на поиск, а не то, что нам выдается в первой поисковой выдаче проплаченные какие-то источники. Ну, персонализация обучения, это, понятно, применяется уже при устраивании в какие-нибудь системы дистанционного обучения. На прошлом вебинаре, летом я об этом говорил, там приводил системы с применением искусственного интеллекта. Ну, и, понятно, еще языковая поддержка обучения. То есть, можно очень хорошо, быстро, качественно переводить иноязычные тексты, исправлять ошибки. Следующий момент. Ну, вот ссылка на Telegram. Говорят, что не работает. Сейчас, минуту, я, значит, открою свою группу «Цифровой педагог» и скопирую вам прямо ссылку в чат. Копи-линк. Так, сейчас, минуточку. Вот ссылка на группу. Рано такая же. Вступайте, поддерживайте со мной связь. Бывают интересные какие-то посты, когда у меня есть время, я делаю, значит, какие-то интересные вещи записываю. Ну, когда бывает время, то есть, такое хобби, да. И, ну, скоро у нас будет курс по искусственным интеллектам, который тоже для педагогов, можно тоже этот курс пройти. Также хочу рассказать о своем курсе применения КТЭС из современных цифровых сервисов по работе педагога, который проводится под Уфимским, под крышей, как правильно сказать, Уфимского университета науки и технологий. Здесь вот есть ссылочка, можете зайти, если интересно, то записывайтесь, он недорогой, там, тысяча рублей, там, с небольшим стоит, именно как цифровые сервисы. Дайте удостоверение. Ну, еще, коллеги, я хочу сказать, что совместно с Директ Академией у нас ведется сейчас проект содействия занятости. И очень такой мощный курс. Два курса разработаны. Это основа библиографии Татьяны Викторовны Телегиной и курс Павла Юрьевича Калинникова «Профессиональный контент-менеджер образовательных ресурсов. Обучение бесплатное. Категории, которые могут участвовать 50+, соответственно, бесплатно, да, в содействии занятости. Ну, и лица, которые находятся в декрете, в декретном отпуске до трех лет. Ну, там еще есть безработы, там категории много, то есть на сайте Трук-7 можете найти информацию, если заинтересовались, заинтересовались этим курсом, бесплатным обучением, то, соответственно, пишите в группе цифрового педагога, задавайте вопрос. Я вас ориентирую на соответствующий лендинг, и мы вас поможем завести на курс. Так, какие у вас вопросы есть по данному вебинару, теме? Ну, рад, что вам понравилось. Я думаю, что возьмете презентацию. Лариса, нет, 49, нет, 50 должно быть. 50 и один день вы подходите. Можете использовать материалы, но сегодня мы рассмотрели с вами, подытожим, как правильно составлять промпты, используя две нейросети, это чат GPT и Perplexity. Я думаю, что информация, которая от меня, значит, сегодня вам была предоставлена, вам поможет упростить жизнь, как-то будет способствовать появлению новых идей, новых идей, которые вы можете использовать в своем образовательном процессе. Я открыт для сотрудничества, для вопросов, ответов. Вступайте в группу «Цифровый педагог». Если будете использовать искусственный интеллект, будут вопросы, пишите, будем на связи. Я по мере возможности всегда буду отвечать и, соответственно, вас буду информировать. Галина Крылова. Так. Теперь я догадываюсь, кто пишет тесты к ЕГЭ. Вполне возможно. Шучу. Ольга Журавлева. Прям куча идей появилась поиспользоваться. Ну, я рад, Ольга, что вебинар вам в этом помог. Ну, так, Светлана Масевкина. Да, 60 лет можно. Даже если вы работаете, можно. Вот профессиональный контент-менеджмент. Очень интересный курс. Тоже присмотритесь. Ведут два партнера. То есть мы, Уфимский университет и директор Академии совместно. Можете потом даже найти устроиться какую-то работу или найти подработку. Потому что сейчас очень вот этот контент-менеджер нужны по разработке учебного контента. Поэтому записывайтесь на этот курс Павла Юрьевича Калинникова. Причем это, я говорю, что это бесплатно финансируется государством. Подробно, вот если вопросы появляются, вот группу вступайте, мне пишите, я вас проведу дальше. Так. Майя. Благодарю. Дали вдохновение для много нового. Скажите, интересного, было полезного. Ну, я рад, что вам понравилась мая. Ну, что ж, коллеги, спасибо за внимание. Вопросов нет. На связи с вами в группе. Я рад, что вы сегодня вышли и рад, что вам понравилась информация. Я думаю, что это вы будете применять и использовать. Говорится, поставить искусственный интеллект на службу педагогу и будете применять в подготовке к занятиям и, соответственно, будете использовать также на своих занятиях. Вот. спасибо. Ну, всего доброго. Ну, надеюсь, что, да, они состоятся. Буду думать над следующими идеями, которые можно вам представить. Спасибо, Ольга. Так. Ну, все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok